Книга лучший подарок не только человеку, но и городу. В самых разных уголках мира находятся памятники, посвященные книгам и читающим людям. Фантазии скульпторов не знают границ. Читающие мужчины, женщины, бременские музыканты и даже муравьи. К примеру, в Петербурге, в Измайловском саду, на лавочке сидит читающий ангел. А в городе Ноябрьск находится самый романтичный памятник читающей паре. Мы тоже с огромным почтением относимся к книгам, литературе и русскому языку. Это шоу на Абум. Начинаем! Вот так вот ярко мы начинаем сегодняшний выпуск шоу на Абум. Дело в том, что выпуск накануне праздника Дня Учителей у нас сегодня педагоги. Педагоги 56-й Чебоксарской школы. Начать программу хотелось бы в первую очередь с поздравления. С наступающим праздником вас! Спасибо! Как вы слаженно, какие вы дружные! Давайте знакомиться. Начинаем. Меня зовут Светлана Витальевна Короткова. Я директор школы. Очень люблю читать стихи и гулять своей любимой лайкой. Но еще, конечно, обожаю свою школу. Это естественно. Так, спасибо. Аплодисментами встречаем каждого участника. Продолжаем. Меня зовут тоже Светлана Витальевна Короткова. Учительница начальных классов. Обожаю петь. Люблю проводить яркие и красочные мероприятия. Ну и работать в школе с детьми. Отлично. Альбина Вениаминовна Золова. Учитель начальных классов. Не представляю своей жизни без цветов. Ну и, конечно, без детей. Десять цветы жизни. Ой, как красиво сказано. Только педагог может так красиво изъясняться. Я Наталья Евгеньевна Богатова. Работаю в школе 11 лет. Веду уроки физкультуры в начальной школе. И люблю заниматься фитнесом. Меня зовут Ельмакова Алина Германовна. Я учитель начальных классов. Очень люблю пешие прогулки со своей собакой. Очень люблю свою работу. И самое главное, свою семью. Здорово. Желаем удачи в игре. Меня зовут Елена Александровна Гладких. Я заместитель директора. И по образованию географ. Но обо мне, наверное, скажет мое педагогическое и жизненное кредо с улыбкой по жизни. И все творчески, иначе зачем. Однажды мои ученики посвятили мне такие строки. Милая Елена, светлая душа, Чьих очей прекрасней не видела страна, Учит быть всех умными, добрыми, разумными, Знает океаны и все меридианы, А сама-то строгая, но в душе ведь добрая, Любит посмеяться и покрасоваться. И в этом я вся. Отлично. Желаю покрасоваться абсолютно всем. Спасибо. Надеемся, посмеемся сегодня от души. Но сейчас минутка серьезности, потому что пришло время объяснить вам правила игры. Итак, это бомба, которую мы заводим и передаем первому участнику. Загадываем слог, на который вам нужно будет вспоминать и озвучивать слова. Делать это нужно максимально быстро и передавать бомбу соседу, потому что бомба заводится на определенный срок. В определенный момент она взрывается, и тот человек, в чьих руках бомба, останавливается, взрывается, покидает шоу. Она покидает, понятно. Не переживайте, ученики вас дождутся. Первый тур. Слог в начале слова. И этот слог. До. Дом. Поехали. Дорога. Домино. Дождь. Хорошо, идем. До, 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 до. До, до. До ярко. До ярко. До ярко. Хорошо. Спасибо, Светлана Витальевна. До. Так, сейчас, господи. Домохозяйка. Дочка. Директор. Ой, не прости. Не нужно говорить свою должность. Должность. Я только что хотела это слово сказать. Ну, так нечестно. Док. Да. Тоска. Доктор. Доктор. Доверие. Угу. Доброта. Доставальщик. Домно. Доктрина. Ого. Достояние. Добродушность. Добро. До, до, дол. 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 Есть, есть, есть. Долгота. Долгота. Домно. Была. Домно, была. Домно, была. Я говорила. Долина. Ага. Долина не было. Долина не было. Долина не было. Доверие. Доверие было. Доверие было. Не подрывайте его. Ага. До. Итак, чувствую, чувствую, приближение финала. Документ. 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 Договоренность. Была. Была. Долголетие! Вот уже все, долголетия не было. И уже после того, как бомба взорвалась, всплыло в голову долголетие. Я держала это слово всю дорогу. Ну вообще, конечно, мы являемся командой, и я очень переживала, что Наталья Евгеньевна никак не может придумать слово. И пока она придумывала, к большому сожалению, свой вариант я забыла. Здравствуйте, меня зовут Ольга Салтыкова, я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы НАПОМ. Предлагаю вам сегодня добавить в лексикон необычное слово – кавыка. В словаре редких слов русского языка сказано, что кавыка – это крючок, завитушка на письме или дурно написанная буква – каракуля. В романе «Мертвые души» Николай Гоголь пишет, ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку. Сегодня сбывается моя небольшая мечта. Я себя, если честно, вот сейчас чувствую учителем, потому что меня внимательно слушает аудитория. Спасибо вам за такую возможность. Давайте немного пообщаемся перед вторым раундом. Я хочу поговорить о современной школе, потому что это не просто словосочетание. Школа развивается. В какую сторону? Школа нынешняя хорошо отличается от школ прошлых лет. Ну, например, у нас возле школы теперь новый асфальт, новый забор. И вообще очень много вложений. У нас пищеблок новый, обновленный. Дети с удовольствием питаются в школе. Много интересных пособий, много учебников в электронной форме. Всего-всего-всего. Меняемся. То есть не обязательно уже можно встретить на улице школьника, который идет и чуть ли не падает назад от большого ранца? Ну, к сожалению, пока еще можно таких встретить. Но я думаю, еще года 2-3, и дети будут приходить в школу, как нынешние 11-классники с маленькой сумочкой. В котором планшет? В котором только планшет, да. Какими были дети 25 лет назад, 20 лет назад и нынешние дети, то они, конечно же, отличаются. В класс приходили дети, практически читать не умели. Английского языка уже и речи нет, что они знают, не знают. А нынешние дети, они знают, как добывать информацию из интернета. Читать умеют все. Нам, конечно же, учителям начальных классов, гораздо легче работать с современными детьми. По поводу планшетов, интернета и компьютеров, например, у меня немножко другое мнение. Я все равно убеждена и буду доказывать, что живое слово, во-первых, учитель не заменит ни один компьютер, и живое общение не заменят тоже ни одни соцсети. И в этом плане, наверное, мне кажется, что дети становятся менее активными, инициативными в плане как-то, ну, не развития творческих способностей, много талантливых детей. Но когда там объявляешь какой-то призыв, да, там лозунг провести массовые мероприятия, начинается, ой, мне надо туда, значит, мне надо сюда. И, в принципе, я, опять же, наверное, могу дать стопроцентную гарантию, что очень многие идут домой, именно открывают компьютер, садятся в соцсети, да, там вот эти игрушки, побрякушки. И вот это, конечно, я считаю, что беда, и с этим надо бороться. А вы есть в социальных сетях? Может быть, как-то следите за жизнью учеников? Сейчас мы никому не скажем, по секрету. По секрету? И не будем открывать мы эту тайну? Пусть будет, что вас там нет. Конечно, да. Нас там нет. Успокойтесь, ученики 56-й школы. То есть Светлана В. это не Светлана Витальевна, если вдруг найдете ВКонтакте. Хорошо. Как-то так, да. Во втором туре нашей игры слог изначально перемещается в центр. То есть до этого слога и после него должны быть буквы. Даже одна. Даже одна. Хотя бы одна. Хотя бы одна. Итак, этот слог АМ. Я начну, и это слово самолет. Полетели. Самец. Камера. Карамель. Карамель. АМ. АМ. Сейчас сразу поесть захотелось. Пусть будет самка. Самка. Камень. 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 Лампа. Правильно? Правильно. Конечно, конечно. Садитесь пять, так и хочется сказать. А, нет, это я... Небольшое отступление. Самокат. Отлично. Заламандра. Ох. Вспомнили-то. Что-то вас подводит. Наталья, давай со спортом что-то вспоминать. Я вот всегда непрозрачно подсказывать стараюсь. Вас что-то подводит сейчас, да? Да. У меня память подводит. Памперс. Здорово. Трамплин. Вообще-то это слово мое было, да? Так нечестно. Тогда, тогда трамплин был. Да. Да. Хаммер. О-о-о. Хамелеон. Пусть будет хаммер. Хаммер, ну ладно, да. В честь Дня Учителя. Хамелеон, отлично, дальше? Хамелеон. Да уж. Да. Вот и поиграли. Так, ну, со спортом можно... Школьники, когда вы говорите, что ваши учителя, они... Вы думаете, думаете пока, что они не современные? Хаммер, а? Смотрите. Наташа, у твоей машины бампер. Бампер. Самурай. Самурай. А-а-а. Подсказали теперь самим нам. Да вот пламя. А я слово забыла. Ам. Слов ам. Нет, я слово забыла. Вот я тоже вспоминала долго. Вспоминайте другое. Нет, я знала это слово. Ам. Ам. Последние секунды. Последние секунды. Карамель была. Карамель была. Самка. Была. 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 Слан Витальевна. Была. 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 Ну, наверное, расстроилась немножечко. Хотелось доиграть. Интересная игра, замечательная. Почему так получилось? Ну, наверное, немножечко не хватает словарного запаса, так скажем. Откуда взялось выражение «Ежу» понятно? Его источник стихотворения Маяковского «Ясно даже и ежу» этот Петя был буржуй. Широкое распространение это выражение получила в советских интернатах для одаренных детей. В классах А, Б, В, Г, Д учились подростки по программе, рассчитанной на два года. А вот учеников класса Е, Ж, И обучали один год. Ребят одногодичного потока так и называли «Ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники опережали их по программе. Поэтому выражение «Ежу» понятно было в учебном заведении очень популярным. Вот сейчас для меня, как для бывшего ученика и как ведущего этой программы, будет небольшая проверочка. Я считаю профессию учителя сложной, древней, прекрасной, опасной, веселой, забавной, нужной. И все, и хватит. На четверку, как минимум, я думаю... Здорово, нам понравилось. Я хочу зацепиться за одно прилагательное, это веселое. Мне кажется, что профессия весьма веселая, потому что я уверен, по крайней мере, когда учился в школе, с нами точно происходило много забавных историй, помнят ли их учителя. У меня есть очень веселая история. Ну, на мой взгляд, она веселая, потому что, когда я на своих уроках детям рассказываю эту историю, причем она уже такая долгоиграющая, ну, всегда она вызывает смех. Началось все с меня. 1992 год. Я еду поступать в Нижегородский педагогический государственный университет. Меня спрашивают, ты откуда приехала? Я говорю, из Чувашии. На меня вот такие глаза. И сразу вопрос, а ты сколько летела, а ты на чем добиралась? Я сначала не поняла, но потом-то, проанализировав, люди подумали, что я с Чукотки, это как минимум. Хотя я говорю, что я пять часов на автобусе. 2005 год. Ну, в общем, на курортах Краснодарского края также состоится знакомство. Очередной вопрос. Вы откуда? Мы из Чувашии. Это где? И один умник, как бы мне очень понравился, я прям цитирую всегда его слова, он говорит, это южное побережье Северного Ледовитого океана в районе моря Лаптевых. Ну, я как географ начинаю говорить, да что вы. Да Лаптевых, Карская, значит, потом Баренцево, нам, значит, на юг, в центр Восточноевропейской равнины. Ну, там между Казанью и Нижним Новгородом. И тут он начинает уходить, но вы бежите за ним, продолжаете объяснять. Ну, примерно так. И буквально относительно недавно выпускник уже школы едет, так же, значит, поступать в Москву, спрашивает его, ты откуда? Говорит, из Чувашии, из Чебоксар. Слушайте вопрос. Ты что, не из России? И вот этого приехал он уже мне рассказал. Поэтому я призываю всех учеников 56-й школы, и не только 56-й школы, любить географию и быть патриотами своей страны. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Отличный призыв. Это было задание воспроизвести стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Там на неведомых дорожках, да, следы невиданных зверей. Мальчик-одноклассник рассказывает, мы все заслушались. И вот тот момент, когда о неведомых дорожках верблюды пляшут в босоножках у нас, у всех. Но мне понравилась реакция нашего замечательного учителя Аллы Алексеевны, до сих пор ее помню по литературе. Она говорит, да, ну это, наверное, ваша интерпретация. Давайте вы завтра мне расскажете. Теперь давайте вернемся к игре, и у нас тур под номером три, и у нас слог уже был в начале-в середине, сейчас он перемещается в конец, в конец, заканчиваться на этот слог, должно заканчиваться слово. Итак, слог. Ло, в конце я начну. Стекло. Поехали. Стекло. Да. Сало. Пекло. Пекло. Тяжело, да? Это вообще, это вообще, это вообще. Табло. О-о-о. Помело. Нормально помело. Вспомнили, да. Кило можно? Кило. Кило можно. Кило разговорное. Можно, можно, кило. Полкило. Только не говорите четверть кило. Нет, не буду. Одеяло. О-о-о. Нормально. Есть слова, есть, вспоминайте. Село. 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 Такая дружная команда 56-й школы. Стекло. Было. Было. Дело. О, дело было в первом туре. Так. Ло-ло-ло-ло. Хамло. Хамло. Мыло было? Мыло. Мыло не было. Не было. Не было. Мыло. Не было. Мыло. Мыло. Да. Так, Светлана Натальевна, тело. Тело. Спасибо, Наташа. Тело было? Тело было. Было? Тело было. Тело не было. Тело было. Тело было. Тело не было. Шило. Отлично. Так, Наталья, надо помогать теперь. Шило. Что еще? Зеркало было. Зеркало было? Зеркало не было. Зеркало не было. Зеркало. Теперь Леня. Зеркало. Зеркало. Последние секунды. Последние секунды приближаются. Ну, ну. Станку. Лов. Приплыло. Похоже, что да. Обвесло. Да. Эмоции переполняют. Наверное, слов-то уже больше, в принципе, и не осталось. Все было сказано за столом. Подписать договора или договоры? Как бы сказали вы? Согласно строгим литературным нормам, множественное число слова договор – это договоры. Запоминаем правильное произношение с помощью стихотворения. Мы не жулики, не воры, подписали договоры. Сегодня с нами играют педагоги 56-й Чебоксарской школы. Давайте продолжим общение. И я уверен, что в каждой школе есть определенные традиции. Какие традиции есть в 56-й школе? У нас есть замечательные традиции. Ну, во-первых, праздник «Мы вместе», который мы празднуем в конце учебного года, где собираются родители, ученики, учителя, все приглашенные, гости, все, кто хочет с нами поздравить нас с достижениями, которых мы достигли в течение учебного года. Ну и как бы перед летними каникулами такой заряд хорошего настроения, бодрого. И буквально с прошлого года у нас появилась еще одна замечательная традиция. Мы попробовали в прошлом году организовать благотворительную ярмарку. То есть ребята, то, что делали своими руками, родители подключились, ученики-малыши, старшеклассники, все несли на ярмарку поделки, сделанные своими руками. Мы их все распродали. И очень приятно, что все вырученные средства были направлены точечно молодому человеку, который живет у нас в Чебоксарах, работает психологом, и, к сожалению, у него онкологическое заболевание. Мы ему помогли, я так думаю, один курс химиотерапии пройти. И эти средства были направлены. У нас есть еще одна традиция. Традиция только для учителей. Так сейчас школьники закрыли уши. Не слушаем. Это арбузник и яблочник, который проходится 1 сентября, после того, как дети идут набираться сил, ко 2 сентября они готовятся дома, а учителя делятся впечатлениями о лете, рассказывают, у кого что произошло за лето, у кого кто родился, у кого-то ребенок, у кого-то внучка или внук, кто-то кого-то женил, кто-то там, я не знаю. У кого дети поступили учиться. В общем, много новостей. А почему называется яблочник-арбузник? Вы при этом поедаете яблоки-арбузы? Да, им пироги яблочные, которые пекут у нас в столовой. И каждое школьное методическое объединение приносит с собой шикарный арбуз. В этом году даже конкурс арбузов Елена Александровна устроила у нас. Был конкурс на самый большой арбуз, на самый полосатый, на самый хвостатый. В общем, весело проводим время. Полуфинал. Серьезно? Совсем скоро останется только двое финалистов. Но сейчас полуфинальное задание, и слог у нас становится универсальным. Он может быть как в начале, так в середине и в конце слова в том числе. Казалось бы, полегче, но простора больше и, наверное, даже посложнее задание. Ладно, я не буду стращать вас. Итак, мы начинаем. Этот слог, универсальный слог, ре. Ну, давайте я начну с редиски. Редиска. Поехали. Решетка. Ремень. Республика. Прелесть. Мигрень. Репка. 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 Репка тоже была, теперь репа можно. Можно. Кредо. Корень. Угу. Крем. 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 Время. Время. Ну, вот поезд, почему едет? Релесть. Спасибо, Михаил. Так, вот только что были слова и... И ушли. С рельсами уехали. Ре в начале, в конце, в середине. Дрель. Спасибо. А я вспомнила свирель. Ревность. Так, хорошо. Ремень. Ремень был. Ремень был. Кремень тоже был. Революция. Вот революция не была. Нет, была, конечно, но ни слова. Отрезок. Прелесть была? Отрезок, отрезок. Спасибо, Наташа. Вот как вы помогаете. Революция. С ума сойти. Последние секунды. Последние секунды, Наталья Евгеньевна. Пре, кре, кре. Очень понравилось играть и понравилось то, что в команде друг другу помогали. Любимый сказочный герой многих мальчишек и девчонок Винни Пух получил первую часть своего имени Винни от реальной игрушки Кристофера Робина, сына писателя Алана Милна. Мальчик назвал плюшевого друга в честь медведицы лондонского зоопарка Винни Пек. Вторая часть Пух была позаимствована от имени Лебедя знакомых семьи. Вот мы и добрались до финала, и у меня вопрос, который традиционный. Волнуетесь, переживаете? Да. Да? А вы? Мы не волнуем. Мой оппонент, директор. Как вы думаете, я переживаю или нет? Ну, я думаю, если вы проиграете, то будет почетно. Если выиграете, еще почетнее. Поэтому все нормально. Вообще, учителя отличаются тем, что у них нервы железные, так называемые. Выдержка. Выдержка, я думаю, что это сыграет вам на руку. Но давайте поговорим о празднике, вашем празднике Дне Учителя. Как вас необычно, может быть, поздравляли ярко? Ну, не знаю, ярко, неярко, обычно, необычно. Всегда очень приятно, если поздравляют от чистого сердца. Это сразу видно, когда человек говорит, да, в глазках вот этого все видно. Очень приятно, когда наши старшеклассники берут на себя в День Учителя заботу о всей школе. У нас День Самоуправления может пройти. А он все еще проходит, да, в школе? Да. То есть они могут нас освободить от уроков, дать возможность посидеть, заварить нам кофе в учительской, а в это время проводят уроки во всей школе. Это приятно. Сколько бы ни говорили добрых слов, все равно приятно. Каждый год приятно. И когда приходят дети, которые уже сами приводят детей в нашу школу, и это твой ребенок, ну, я не знаю, во сколько раз это приятнее. Я очень люблю открытки, которые дети сделали своими руками, потому что это адресно, потому что человек вкладывал свои эмоции и делал ее персонально мне. И когда я прихожу домой и начинаю каждую открытку разбирать, вот честно, это тот момент, когда наворачиваются слезы. И в прошлом году, я не знаю, насколько он необычный этот был букет, но это был целый букет, подаренный из роз, которые были сделаны из осенних листьев. Ммм, своими руками. Да, такого букета мне еще не дарили. Поэтому я очень люблю этот праздник, но я еще очень люблю свою профессию, потому что я как артистка, я чувствую себя в этот день актрисой, и мне дарят много цветов. Ну в какой профессии еще дарят столько цветов? Итак, финал. Сейчас я покажу вам большое слово, и вы должны из этого большого слова составлять короткие слова по очереди. На ком взрывается бомба, тот проигрывает, и останется только один победитель. Вы готовы? Ну, то есть правила такие же, имена существительные только, сколько букв, не важно. Не важно, главное, чтобы как можно больше слов составить. Итак, вручаем бомбу. Ставим слово, и это слово конструктор. Поехали, конструктор. А буквы можно менять? Конечно. Кон. Сон. Ну? Ох, сейчас вот сидят умники перед телевизором, кричат. Ну вот это же слово, вот это. А это финал. Вы не знаете, что она чувствует? Бенямина. Давай слово-то. Рокот. Ого! Как выдавили. Нос вам, пожалуйста. Торт. Отлично. Отлично. Тон. Тон. Трус. Моё слово. Трус. Сор. Сор. Куст. Куст. Быстрей, быстрей, быстрей. Утконос. Да ладно! И? Да ладно, утконос! Давайте проверим. Ну, почему нет? Утконос! Утконос! Вы знаете, так и хочется Светлане Витальевне сказать. Спасибо, что я так красиво проиграла. Ну что, Светлана Витальевна, настало время вас поздравить. Очень приятно. Как же утконос вас. Заутконосил вообще. Заутконосил прям полностью, я так понимаю. Эмоции от игры, от общения с коллегами неформально. Вы знаете, очень интересная игра, удивительная игра. Когда нас сюда пригласили, я как-то еще в сомнениях была. Ой, что это? Как это? Как это? Дети это посмотрят. А вы знаете, это здорово, что такая программа существует, что учителя здесь общаются, коллеги. Вот мы сегодня с коллегами общались. На работе, наверное, такого общения не сделаешь. Огромное спасибо. И мозг свой потренировали. Знаете, нужно иногда. Спасибо, что пригласили нас именно перед праздником Днем Учителя. Потому что все равно как-то учителям не хватает должного внимания. Нам кажется, да, нам кажется, на телевидении и радио. Почему-то в основном негатив показывают. А вот ваша передача – это здорово. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за то, что вы еще раз доказали, что учитель – это не только звучит гордо, но учитель – это человек, которого стоит брать пример. С вас, с вашей командой стоит брать пример. Спасибо, очень приятно. О приятном, о подарочках. Ну, во-первых, вместе с коллегами идем в Театр Юного Зрителя. Здорово, спасибо. Во-вторых, теперь уже индивидуально, как победительница нашего шоу, сертификат на участие в обучающем тренинге или мастер-классе в компании «Бизнес Диалог». Ого, спасибо. Фирма, которая развивает и оценивает персонал, также проводит семейные тренинги. Сотрудники организации учатся грамотно писать деловые письма, вести переговоры и общаться с посетителем, как того требуют современные стандарты клиент-ориентированных компаний. А вот тренинги для родителей с детьми – это управление временем, тикет, протокол, хорошие манеры, публичное выступление, легко и убедительная компания «Бизнес Диалог». Это современные арт-технологии, интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте и обучайтесь с удовольствием. Спасибо огромное. Я еще раз поздравляю всех педагогов нашей республики и пользуюсь служебным положением своего папу-учителя физкультуры Виктора Николаевича Сидорова. С Днем Учителя! Желаю, чтобы ваши ученики никогда вас не забывали, а 5 октября вы слышали много слов поздравлений, но в первую очередь спасибо. Это было самое взрывное шоу национального телевидения на «Бум». Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин